Здравствуйте коллеги, еще раз представлюсь, Алексей Петрович Новак, я менеджер по развитию рынка в Ростовской области компании БАСФ. Ну, к сожалению или к счастью, я никаких секретов и никаких новинок на сегодняшний день не открою. Все, о чем я буду говорить, большинству уже, наверное, знакомо, но повторение – мать учения. Из повторения, мы сегодня много уже проговорили про все элементы, про многие элементы, из которых слагается урожай, но еще раз хочу повториться, что по большому счету, конечный результат, которого все добиваются и которому все стремятся и мы стремимся – это урожайность и урожай. И он складывается всего лишь из трех элементов, говорим о пшенице. Это густота стояния или число продуктивных стеблей на квадратнометре, количество зерен в колосе и масса тысячи семян. Вот из этих трех элементов слагается конечный результат, конечный урожай. Каждый из этих трех пунктов подразумевает под собой очень большую работу, которая включает и удобрения, и подкормки, и защиту растений, и какие-то агротехнические другие приемы. Несомненно, это выбор сорта, сроков сева и так далее. Но что касается защиты семян на этапе прорастания, начала выхода в трубку, химическими методами борьбы, которые все равно остаются лидирующими, потому что так складывается, что пшеница основной культурой является, площади под ней большие, и инфекционный фон очень большой. И пока химический метод остается решающим для получения высоких урожаев. Значит, какие задачи стоят перед химическими препаратами? То есть, обеспечение максимальной защищенности продуктивного стеблистоя, защита от почвенной инфекции и заболеваний, переносимых семенами, сохранение всхожести семян, равномерности всходов, защита на разных стадиях непосредственно самого растения уже после прорастания, и улучшение перезимовки. То есть, здоровые и сильные растения лучше перезимовывают, неблагоприятные условия переносят. Такое решение – это, конечно, использование высокоэффективных протравителей семян. У компании БАСВ все довольно-таки просто. Рекомендации по выбору препаратов у нас на сегодняшний день складываются из двух вариантов. Это два протравителя – Эншур Перформ и Кинта Дуо. И позже еще скажу о нашей новинке – препарате Кинта Плюс, который в этом году получил регистрацию, и мы будем его, наверное, развивать. Эншур Перформ подходит для так называемого классического севооборота или для тех предшественников, которые не являются колоссовыми. То есть, там, ну или по парам, лен, горох, подсолнечник, то есть такие предшественники. Препарат Кинта Дуо – это более мощный, сильный фунгицидный протравитель, который как раз-таки нужно применять, или там, зерновые по зерновым, после кукурузы. Если у него очень насыщенный севооборот, семенные посевы целесообразнее применять его. И коротко о препаратах. Эншур Перформ – два действующих вещества, перокластрабин и тритиконазол. Концентрация спензии, норма расхода 0,4-0,6 литров на тонну, ну, средняя норма – полулитра на тонну. Справляется он с основными заболеваниями, которыми нужно бороться. Это, в первую очередь, головневые заболевания и корневые гнили, такие как гельминтаспариозная, фузариозная, ризоктония, афобиолез. Но, опять-таки, мы не говорим о стопроцентной эффективности, он очень сильно сдерживающее действие оказывает. Чем препарат Эншур Перформ хорош? Два действующих вещества, как я уже говорил, большой спектр подавляемых болезней, они друг друга дополняют. В итоге мы получаем хорошую защиту, ну, опять-таки, не на агрессивных фонах. Немаловажный момент, который для нашей области, ну, вообще для Юго-России актуален – это отсутствие ретардантного эффекта. Тритиконозол – это один из, хоть он уже очень много лет, но на самом деле действующие вещества не так часто выходят, не так часто появляются. Это один из самых мягких азолов, который на сегодняшний день есть у нас, ну, в России, в СНГ и, в принципе, в мире. И на этой картинке можно посмотреть, что, допустим, применение тибуконозола, хоть и на хороший препарат, хороший фунгицид, тоже он неплохо работает, но есть такая особенность – ретардантный эффект подавления всходов. И при неблагоприятных условиях, которые у нас часто получаются, это очень может плачевные последствия иметь. Поэтому мы рекомендуем применять именно это действующее вещество – тритиконозол. Второе. За счет перокластрабина препарат Иншур Перформ обладает, мы его называем акселенс эффект, его называют там озеленяющий эффект, физиологический эффект и так далее. Но это уже научно доказано, и компания БАС этим занималась. Это действительно есть эффект, который обеспечивает улучшение там ростовых процессов, улучшение устойчивости растений к стрессам. И на данном примере видим, что при применении именно Иншур Перформ за счет перокластрабина в сравнении с другими вариантами, более развитая корневая система и надземная часть, она более равномерно по полю распределена. То есть более ровные исходы, более равномерные, что в дальнейшем позволяет и лучше перезимовать, и в дальнейшем лучше работать с этими полями. И, как я уже говорил, устойчивость к стрессам. То есть температурные стрессы или высокие температуры, или низкие температуры, когда, как сегодня говорили, прорастает пшеница при холодных условиях, при низких температурах недостаточных. Вот на данном слайде можно увидеть, что больше сохраняются растения, они более зеленые, изумрудные, то есть более жизнеспособные, меньше желтых погибших листьев по сравнению с контролем. То есть неблагоприятные факторы низких отрицательных температур растения лучше переносит. И опять повторюсь, соответственно, лучше перезимовывает, лучше весной мы имеем более ровный стеблистой, более здоровые и сильные растения, которые адекватно реагируют на подкормки, и дальнейшую защиту, и в итоге дают хороший урожай. Второй препарат – это кинтаду. Здесь также используется третиконозол и прохлораз. Прохлораз – известное действующее вещество, которое обладает очень сильным действием против корневых гнилей. Опять повторюсь, гельминтосприозные, фузариозные и все остальные, которые у нас присутствуют. Также очень высокое действие на тефлюлезную снежную плесень и фузариозную снежную плесень. Это был и, по-моему, сейчас до сих пор является, и в Европе, и в Украине, и Белоруссии, которые больше подвержены этим заболеваниям, является эталоном для сравнения эффективности препаратов против этих заболеваний. Снежная плесень, имею в виду. И большой спектр действий, которые позволяют защитить всходы при любых жестких предшественниках, пшеница по пшенице, по ячменю и так далее. То есть основные заболевания, которые как в почве находятся, так и на семени. Третья конозол убивает то, что находится на семени, внутри семени. Прохлораз, он, как бы, получается, такую зону вокруг семени создает, обеззараживает, санирует, что ли. И проросток, который появляется, он выходит на поверхность, как бы, в безопасной среде. То есть он не контактирует с почвенной инфекцией, с инфекцией, которая в почве находится. В итоге мы получаем также хорошие, мощные растения, которые хорошо перезимовывают, справляются со всеми неблагоприятными факторами. И весной мы получаем хорошее поле. И третий препарат, о котором я бы хотел, наверное, чуть дольше поговорить, это Систила. Это новый протравитель семян с длительной защитой листа. Это новинка компании БАС, но несколько лет уже на рынке. В других странах он больше существует. Это препарат на основе Ксемиума. Ксемиум – это торговое наше фирменное название. Действующее вещество называется Флуксапероксат. Относится к группе карбоксаматов. Норма расхода 0,5-0,75 литров на тонну. Зарегистрирован на зерновых культурах. Спектр действий у него как заболевания семянных сходов, так и листовые заболевания. Какая, так скажем, философия этого препарата? В принципе, мы все привыкли, что у нас есть препараты для обработки семян. Мы защищаем семена от почвенной и семенной инфекции. И работаем дальше, это или осенью, или весной, как у нас чаще всего получается, работаем фунгицидами от болезней. Систива – это первый препарат, который позволяет объединить эти две функции в одном препарате и использовать его в один прием, то есть при протравливании семян. Еще раз повторюсь, по спектру заболеваний, у него более выражено действие на листовые заболевания, и еще более выражено на заболевания ячменя. Такие там, ринхоспариоз, рамуляриоз, ржавчины. Ну, также действие есть на болезни пшеницы. Это опять же септориоз, булара, желтая ржавчина, мышнистая роса. Как это работает? Высокая концентрация действующего вещества в препарате, то есть при обработке семян, мы получаем, благодаря высокой подвижности к семям, он поглощается как семенем, потом прорастающими корнями, находится вокруг семени в почве, и оттуда же поглощается и постепенно распределяется по растению. Равномерно распределен как в подземной, так и в надземной части растения. И, в принципе, предвосхищая вопрос, могу сказать, что на яровых культурах срок его действия доходит до флаг-листа, и в наших условиях можно даже вообще фунгицидную обработку не проводить. Если не было там обильных осадков, как в этом году, то, в принципе, инфекционное начало небольшое, и можно даже обойтись вообще без фунгицидной обработки, то есть обойтись просто протравливанием семян. Если на зимных культурах мы берем, то, грубо говоря, еще период кущения, там до начала выхода в трубку препарат обеспечивает защиту. То есть можно посмотреть растения весной, обработанные с применением систивы и без систивы. Видим, здесь есть заболевания, здесь нет заболеваний, и можем избежать или обойтись без первой фунгицидной обработки. Во-первых, это облегчает нагрузку на технику, на людей. Во-вторых, иногда бывает, что когда нужно обрабатывать, когда уже есть болезнь, просто погода не позволяет это сделать. Здесь мы от этого защищены. Если там идут дожди, может быть, где-то прохладно, техника не готова, растение не ждет. В данном случае оно находится под защитой. Спасибо. Вот еще пару слов. Мы в последнее время заметили еще немаловажный факт, что кроме защиты от болезней, применение систивы, использование систивы при протравливании, также влияет на густоту стояния и на коэффициент кущения. Вот несколько примеров из моей, так скажем, практики. Здесь коэффициент кущения 4,5 при применении систивы, 3,6 без систивы, здесь тоже видно разницу справа меньше. Это на пшенице, растение более здорово, здоровыми выглядят. Тоже пшеница, видим коэффициент кущения, там было по одному стеблю, здесь 3,4. Здесь вообще очень большой коэффициент кущения, и на этом примере мы показали. Здесь применение систивы заменило первую фунгицидную обработку, дальше небольшая прибавка получилась. Тоже мой опыт, здесь видно, что азимый чмень, где не было систивы весной, были повреждения уже заболеваниями, слева он здоровый, чистый. И также это выразилось в прибавке урожая. Ну и совсем коротко, новый препарат, который мы выводим на рынок, Кинта Плюс. Здесь также будем использовать третиконозол, флудиоксонил и флуксапероксат. То есть это действие вещества, о котором я сейчас говорил. Большой спектр действия, то есть очень тоже мощный, сильный препарат. Чем он отличается от того же Кинта Ду? То есть 3 действующих вещества, мы усиливаем действие ксемиумам против ризоктонии. Это более высокотехнологичный препарат, то есть у него меньше полеобразования, лучшая совместимость с инсектицидами, то есть лучшая текучесть уже готовых семян. То есть очень высокотехнологичный продукт. У меня все.